Когда один из моих любимых писателей, Куприн, написал потрясающую историю любви, безответной любви, его знаменитый гранатовый браслет, перед смертью чиновник со странной фамилией Желтков, обращаясь к абсолютно недосягаемой и недоступной ему княгине Вере, написал записочку. Что любимая его музыка Бетховена, соната номер 2, опус 2, часть 2, Ларга Апассионата. И вот здесь очень странная история. Когда-то, когда я в детстве увидел фильм режиссера Абрама Рома, Гранатовый браслет, он, фильм вышел в 64 году, в 1964, мне было 13 лет, я был несколько озадачен. Я вместе с фильмом впервые услыхал вот эту часть, вторая часть, второй сонаты, опус 2, Ларга Апассионата. Почему чиновник Желтков, который не может проявить свою любовь к княгине Вере, это невозможно? Она замужем за князем Василием Гвовичем, предводителем дворянства, а этот чиновник самого низкого, самого ничтожного ранга. Помните, знаменитый он был титулярный советник, она генеральская дочь. Вот она была жена, по сути, генерала, она была сестра товарища прокурора, она была женой предводителя дворянства. А он, он же никогда не появлялся. Он 5 лет просто бесконечно любил ее и отправлял ей письма. И когда, наконец, раскрылась в связи с подаркой Гранатового браслета, а тайна Гранатового браслета у Куприна, удивительно, это фамильная ценность, которая передается и каждому мужчине, она приносит уверенность, веру и жизнь. Но если мужчина лишится Гранатового браслета, то смерть. Но лишиться можно только, если передать его любимой. Тогда любимая будет спокойно, гармонично и счастливо. Желтков, передавая единственную ценность, семейную реликвию Гранатового браслета, лишает себя жизни. Потом кончает жизнь самоубийством. А княгиня Вера, при всем ужасе, который она испытала, ей возвращается покой. И вот что такое, почему именно эта музыка стала символом любви? Почему досветится имя твое, письмо заканчивается? Почему в этом письме именно эта музыка? Она совсем ничего общего не имеет с идеей любви. Ох, друзья мои, я попрошу вас всех перечитать Гранатовый браслет и обратить внимание на одну хитрую деталь. В этом мире все противно. Даже южная природа в период весны слякоти, цветы все пожухли и завяли. Люди, которые собираются в гости к предводителю дворянства на именины веры, княгине веры Шайны, ужасны. Каждый из них сплетничает, клевещет, изменяет своим близким, своим женам. Там жены изменяют мужьям. Там какие-то зубы уродливые. Там Куприн описывает, что мир весь несовершенен. В нем все притворство. И даже любовь притворство. И вдруг вот эта любовь со стороны от странного человека по фамилии Желтков. Что же это за музыка? Почему Желтков не пользуется любой из мелодий любви, когда он хочет рассказать о своей любви? Почему он пользуется такой странной музыкой, которая скорее напоминает какие-то инвенции Иоганна, Себастьяна, Баха? Знаете почему? Генерал Аносов, когда Вера рассказала ему всю эту историю, странной любви странного человека, которого она даже никогда не видела, неожиданно говорит, Верочка, может быть, в твою жизнь и проникла подлинная любовь. Все, больше ничего на эту тему. Она, эта любовь, другая. Она из другого мира. И Куприн совершает гениальный творческий поступок. Мне это показало неожиданно, что Куприн не просто знал музыку и любил ее. Он обладал сверхчуткостью к музыке. И появилась музыка, не имеющая ничего общего ни с этими людьми, ни с их банальными представлениями о любви, ни с пожухлыми розами, ни грязью и весенней распутицей. Нет, эта музыка приходит из чистого космоса. Потому что она – та подлинная любовь, которая не место в этом мире, в этом обществе, в этой грязи. Она ниоткуда. Она – посланник небес. И не случайно в фильме «Рома» эта музыка звучит много раз, появляясь в самых-самых важных узловых моментах фильма. И еще в этом фильме есть скрипач. Совершеннейший самородок. Мы когда-то уже студентами музыкального училища, нам было по 15-16 лет, много раз ходили на этот фильм. Потому что большое внимание уделено этому скрипачу. Зачем? Этого нет у Куприна. А это уже добавление Абрама Рома. В противовес вот этой музыке неба, в кабачке, в трактире, звучит музыка земли. Музыка, которая встречает приходящих и уходящих, аккомпанирует их пению очень талантливый яркий скрипач с цыганским оттенком. Желаю вам доброго. А с другой стороны, музыка, которая конструкция Вселенной, которая говорит о любви, о подлинной любви, неосуществимой на земле. Слушайте эту музыку. Бетховен. Соната номер 2, опус 2, часть 2. Ну вот видите, я несколько раз сказал 2, 2, 2, для того, чтобы показать еще один секретный код. Желтков перед смертью говорит 2, 2, 2, 2. Мы одно. Любимая. Удивительная история. И как важно, прочитав эту удивительную повесть, «Гранатовый браслет», посмотрев фильм Рома, послушать эту часть из Бетховена, вы получите космический заряд энергии, чувствования, и вполне возможно, что вы совершите какой-то поступок, творческий поступок. Вы будете смотреть на мир по-другому. Я клянусь вам, впечатление будет у всех чутких людей, огромное. Вы получите целый космос в подарок от гениальных творцов. В путь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова